Привет, друзья! Вы когда-нибудь видели индийские фильмы в жанре научной фантастики? Я вот не видел ни разу. Сегодня мы рассмотрим один из таких фильмов 2020 года, может, даже единственный в своем роде, под названием JL-50. 1984 год. Из аэропорта Калькутты вылетает рейс JL-50. Однако в середине полета машина попадает в сильную турбулентность, связь с самолетом обрывается, и он бесследно пропадает. Проходит 35 лет. В отдаленной деревне Западной Бенгалии под названием Lava группа детей играет в футбол. Внезапно над ними пролетает большой самолет и врезается в ближайшие холмы. Тем временем в Калькутте офицер Центрального бюро расследований Сантано смотрит новостной репортаж, где сообщается, что коммерческий рейс АО-26, на борту которого находились несколько высокопоставленных лиц, пропал без вести. Возможно, самолет был угнан. Вместе со своим коллегой Гаурангой Сантано отправляется на место крушения. В деревню Лава. Спасатель докладывает, что в авиакатастрофе погибли все, кроме двух человек, которым оказывается медицинская помощь. Один из выживших – пилот, а другой – пассажир. Странно то, что в кабине экипажа обнаружено тело, свидетельствующее о том, что перед крушением самолет явно был захвачен. Но самое странное – разбившийся самолет не тот, который они ищут. Это не рейс АО-26. Это исчезнувший 35 лет назад рейс JL-50. 1984 год. Начинающий пилот калькутских авиалиний – молодая женщина Биху – опечалена, несмотря на то, что имеет все, о чем можно мечтать. Высокооплачиваемую работу, любящую семью и светлое будущее. Ее мать пытается развеять печаль девушки, но ей это не удается. Эта же девушка борется за свою жизнь в 2019 году. Она и есть тот уцелевший пилот разбившегося самолета JL-50. Тем временем Сантану и Гауранга едут в школу, где работает профессор физики, доктор Суброта Дас. Дело в том, что одно из мест злосчастного лайнера оказалось пустым, а билет был куплен на имя Даса. Кажется, мужчина ошеломлен, но быстро берет себя в руки и утверждает, что ничего не помнит о прошлом, ведь он уже стар. После разговора доктор Дас спешит домой, и, собрав кучу документов и несколько фотографий, сжигает их. В новостях сообщается, что террористическая организация взяла на себя ответственность за угон рейса АО-26 и требует освобождения своего лидера, Парта, в обмен на пассажиров. Официальные лица уступают требованиям. Вскоре пилот Биху приходит в сознание, и Сантану отправляется к ней. Прежде всего, его интересует, как разбился самолет. Биху рассказывает, что все шло как обычно, но вдруг в кабину ворвался пассажир и убил второго пилота. Затем он дал Биху координаты и приказал изменить маршрут. Но прежде чем она успела подчиниться, погода испортилась. Самолет прошел через интенсивную турбулентность и вскоре разбился. Сантану уточняет дату взлета самолета, и та называет 1984 год. Офицер называет ее лгуньей, ведь сейчас 2019. Биху впадает в ступор. Чтобы узнать о ней побольше, офицеры добираются до старого дома Биху и допрашивают соседей. Поскольку инцидент произошел 35 лет назад, ее знают многие. Но, к счастью, они встречают пару, которая была близка семье Биху. Мужчина рассказывает, что она была опытным пилотом, но ее карьера пошла под откос, когда ее жених скончался при загадочных обстоятельствах, оставив ее в положении до свадьбы. Однако переломный момент для Биху наступил, когда ее ребенок родился бездыханным. Мужчина демонстрирует фотографию Биху, сделанную прямо перед тем, как она пропала в 1989 году. И на ней девушка выглядит точно так же, как в больнице. Несмотря на доказательства, Сантану, который не верит в путешествия во времени, все еще считает дело сфабрикованным. Позже он возвращается на базу и слушает запись черного ящика JL-50. Все происходит, как и рассказывала Биху. Техник говорит, что последняя запись была сделана 23 августа 1984 года. Приходится поверить, что самолет каким-то образом переместился во времени. Между тем, второй выживший в авиакатастрофе JL-50 пришел в сознание. Когда он узнает, что помимо него выжила пилот, он направляется в комнату Биху, чтобы прикончить ее. К счастью, его замечает медсестра и зовет на помощь. Однако Митра захватывает девушку и, угрожая ножницами, выбирается в коридор. Сантану тоже оказывается в это время в больнице и пытается успокоить Митру, но тот приближается к главной двери и убегает. Сантану бежит за сумасшедшим, но Митра добирается до автомобиля первым. Позже офицер узнает, что Митра был гением, профессором Калькутского научно-исследовательского центра, а также левым активистом, который 35 лет назад был связан с террористическими организациями. Найдя адрес Митры, Сантану добирается до своего дома и обнаруживает огромную коллекцию книг, файлов и других исследовательских работ ученого. В одной из папок с названием «Проект А» находится план полета JL-50. Сантану отправляется в научно-исследовательский центр Калькутты и разговаривает с профессором Ашвини, который углубляется в далекую историю и рассказывает, что в 2053 году до нашей эры император Индии собрал ученых и философов со всей страны, чтобы написать девять книг, в которых рассказывалось о нескольких сверхъестественных искусствах, таких как невидимость, способность летать и путешествовать во времени. Тысячелетия спустя было найдено несколько страниц книги о путешествиях во времени и была собрана команда ученых, чтобы исследовать эту теорию. Эта сверхсекретная программа была названа проектом А, но никаких выводов из нее так и не было сделано. Напоследок Ашвини предлагает Сантану встретиться с доктором Дасом, утверждая, что тогда они были очень близки с Митрой. Разъяренный Сантану врывается в дом Даса и обвиняет его во лжи. Показав документы проекта А, он требует правды. Не имея выбора, старик начинает говорить, что отец Митры был частью проекта, но когда правительство отклонило его, Митра продолжил исследование своего отца и после напряженной работы нашел код. Используя свой гениальный ум, он исследовал незавершенные документы проекта А и нашел формулу, с помощью которой обнаружил несколько червоточин в земной атмосфере, через которые возможны путешествия во времени. Дас в то время был учеником Митры, поэтому знал весь план. Митра хотел угнать самолет, пролететь на нем через червоточину и попасть в другую временную шкалу. Для этого он заключил союз Спарта, лидером террористов, который в настоящее время стал причиной угона самолета АО-26. Дас не сел в самолет, потому что испугался. Он чувствовал, что эксперимент пойдет не так, как надо. Митра надеялся вернуться обратно через 35 часов, но его расчеты оказались неверными, и самолет пропал на 35 лет. Даже после всех этих объяснений Сантану отказывается верить, но Дас напоминает, что чиновники согласились освободить лидера террористов Парта из-под стражи через два дня. Если он и Митра воссоединятся, они смогут использовать свои знания и силу, чтобы нанести стране серьезный ущерб. На этот раз Сантану кажется обеспокоенным, поэтому Дас предлагает ему сумасшедший план – войти в червоточину и вернуться в 1984 год, где они смогут предотвратить захват JL-50. Если им это удастся, смертей не будет, да и террористов можно будет обезвредить. Пара направляется на встречу с Биху в больницу, так как она единственная знает координаты червоточины. Сантану запрашивают у нее информацию, но Биху, которая до сих пор потрясена тем, что перенеслась на 35 лет вперед, не хочет так легко подчиняться. После долгих уговоров она соглашается, но только в том случае, если ей разрешат управлять самолетом. Сантану соглашается и на это. На следующее утро, раздобыв самолет с помощью гауранги, троица отправляется на дело. Сантану все еще думает, что все это шутка, но когда они уже почти достигают предполагаемой червоточины, все начинает трястись, и самолет выходит из строя. Биху вынуждена совершить аварийную посадку в открытом поле. Район кажется совершенно другим, чем тот, который они только что покинули. Вскоре подъезжает старинная машина, и все трое просят подвезти их до города. Через некоторое время они достигают Калькутты, и Сантану наконец понимает, что они на самом деле прибыли в 1984-й. Мужчина озадачен, но решает довести дело до конца. Правда, сначала хочет снять груз с души. Оказывается, Сантану – сирота, которого бросили в приюте в том же 1984 году. Он идет к зданию и ждет некоторое время. Вдруг двое мужчин подъезжают к приюту и оставляют внутри ребенка. Сантану врывается внутрь, чтобы проверить, не он ли этот ребенок, и по медальону проверяет свое предположение. На следующее утро он присоединяется к Дасу и Биху, и все трое обсуждают свой следующий шаг. Дас сообщает, что секретная встреча по поводу угона JL-50 состоится сегодня вечером на складе. Группа достигает указанного места и ждет прибытия преступников. Сантану расспрашивает Биху, видела ли она воочию своего ребенка, но у нее нет ответа. После родов она потеряла сознание, а когда проснулась, родители сообщили ей плохие новости о том, что ее ребенок не выжил. Тем временем на склад прибывают Митра, Парта и другие бандиты. Трое решают, что Дас и Сантану пойдут внутрь, а Биху будет ждать в машине. Мужчины направляются внутрь и наводят оружие на Митру и его людей, но террористы не собираются сдаваться и начинают перестрелку. Сантану использует свои превосходные боевые навыки и уничтожает бандитов одного за другим. Он также побеждает Парта, а доктор Дас убивает своего бывшего наставника Митру. Когда миссия выполнена, Сантану хватает чемодан с документами и пытается сжечь его, но тут Дас вдруг берет его под прицел. Поскольку исходные документы проекта А были сожжены дотла во время крушения JL-50, точные координаты червоточин для путешествий во времени были утеряны. Однако Дас не был готов так просто сдаться и решил использовать офицера, чтобы отправиться в прошлое и украсть документы, с помощью которых он мог бы обрести бессмертие. Дас также рассказывает, что в тот день, когда Митра сбежал из больницы, он пришел к нему домой. Но вместо того, чтобы помочь, Дас убил его. Они стреляют друг в друга, но Сантану оказывается удачливей. На глазах раненого Даса он уничтожает бумаги раз и навсегда. Сантану идет к Биху, но внезапно все трое начинают чувствовать страшную боль во всем теле. Оказывается, поскольку Митра и его люди были убиты, самолет JL-50 так и не был угнан, и, следовательно, эти трое никогда не путешествовали в прошлое. Теперь временная шкала отклоняет нежелательные аномалии, и, следовательно, Сантану, Дас и Биху телепортируются обратно в настоящее, однако небольшое изменение в прошлом приводит к совершенно другому альтернативному будущему. В финальных сценах Сантану путешествует в АО-26 со своей женой. Ни рейс АО-26, ни JL-50 не были угнаны, поскольку злодеи погибли еще в 1984 году. Но Сантану и Гауранга даже сталкиваются в самолете, но не узнают друг друга. Позже Сантану прибывает в свой приют, чтобы отпраздновать день рождения. Пока он играет с детьми, к нему подходит старая Биху и крепко обнимает. Выясняется, что сын Биху все-таки не родился мертвым. Это ее отец отдал мальчика в приют, так как он родился до брака, и мужчина боялся, что общество не примет его. Ребенок никто иной, как Сантану. Однако в новой временной шкале, после того, как рейс JL-50 благополучно вернулся, мать Биху в конце концов рассказала ей правду. И так мать и сын воссоединились в новой временной шкале. Фильм заканчивается тем, что Сантану и Биху раздают подарки детям-сиротам и играют с ними, так как оба счастливы и благодарны за свою новую жизнь. Любителям фильмов о путешествии во времени однозначно понравится. Несмотря на некоторые шероховатости сюжета и извечные индийские поиски потерянного ребенка, сюжет вполне смотрибелен. Друзья, спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, что думаете об этом фильме, и не забывайте, пожалуйста, поддерживать нас лайками и подписываться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok